В юбилейный год празднования Дня Победы по всей стране продолжают проводить всевозможные акции памяти. В городе Тамбове 25 мая в 17 часов был дан старт автопробега, посвященного 70-летию Великой Победы. Преподаватели и студенты Тамбовского государственного технического университета с помощью трекера ГЛОНАСС напишут на карте Тамбовской области символ Победы, число 70. По маршруту следования автоколонны участники поездки посетили и наш город. Уже по доброй традиции представители власти и активисты детской организации «Радуга» встретили автоколонну на центральной площади. Цель пробега не только написать цифру 70, но и посетить памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Но этот год у нас с вами очень памятный, памятный той датой, как 70-летие Великой Победы. И мы решили проложить маршрут, цифру 70, на карте Тамбовской области. Маршрут был проложен еще следующим образом, где находятся основные мемориалы воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, а также детские дома, в которые мы передаем подарки, собранные студентами нашего университета, волонтерским центром ТГТУ, а также нашими преподавателями и сотрудниками. В рассказы участники пробега возложили цветы к памятному знаку, посвященному 24-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии. Вторая гвардейская армия была единственной из всех общевысковых армий, которая на месте формирования получила звание гвардейской. В армии плечом к плечу стояли бойцы 36 национальностей. Мы дружим в рамках различных памятных дат, проводим какие-то совместные мероприятия. И, конечно, юбилейный год 70-летия Великой Победы не мог остаться незамеченным. И как только университет понимал о том, что будет организован автопробег, город Расказово стал одной из тех мест, тех точек, куда с таким приятным визитом приехали наши любимые гости. На время прибытия участников пробега в город Расказово автоколонне удалось прописать цифру 7. Сейчас они вышли на финишную прямую и к концу дня планируют завершить пробег, дописав последнюю цифру 0. Екатерина Студенова, Степан Диколенко, Новости ТВ Расказово. Субтитры создавал DimaTorzok